Тем временем даже на выходных Абхазия готовится к транзиту грузов. На железной дороге проводятся ремонтные работы, идет ремонт вокзалов, железнодорожного полотна, вырубаются лесополосы вблизи железной дороги, которые защищали от пыли и шума. Эксперты на проправительственных информационных ресурсах готовят общественность, сообщая об очередном экономическом прорыве. Транзит грузов через Абхазию станет окном в большую мировую торговлю, поможет существенно расширить потенциал экономического развития Абхазии. Это были цитаты. По мнению российского политолога Николая Травш, контрагентом может выступить Турция. Он предлагает решить вопрос со статусом железной дороги по аналогии с Северным Кипром, видимо, имея в виду все же не железнодорожные перевозки, а таможенные процедуры, так как железная дорога в Северном Кипре демонтирована еще в прошлом веке по причине нерентабельности. К сожалению, никаких официальных сообщений о том, что думает по этому поводу руководства нашей страны, не было. Если не считать, что на пресс-конференции в Сухоми министр транспорта и связи Джан Сухнанба сообщил, что российские и иностранные бизнес проявляют большой интерес к транзиту грузов через Абхазию, и властям необходимо обеспечить соответствующий уровень сервиса. Надо сказать, что вопрос транзита грузов через Абхазию возникал и ранее, но всегда упирался в политическую составляющую. Грузия считает Абхазскую железную дорогу участком грузинской железной дороги. Так как переговоры по этому поводу ведутся либо в крайне закрытом режиме, либо вообще без участия Абхазии, то трудно сказать, кто сдал позиции – Грузия или Абхазия. Общественность обо всем узнает пуст факту. Абхазия как транзитное государство. Вот про это поговорим. Если мы говорим с вами о транзите на текущий момент, то мы можем констатировать факт, что с использованием железной дороги, автомобильной дороги через Чемчирский порт, в какой-то степени через Сухумский порт, у нас происходит транзит грузов. Это говорит о том, что потенциал у наших портовых объектов есть, его нужно развивать. Интерес в той или иной степени у российских коллег, иностранных, у российского бизнеса, у иностранного бизнеса он появляется. И самое главное, чтобы мы были готовы к тому, чтобы принять и обеспечить соответствующий уровень сервиса для грузов, если мы говорим о грузе. Если этот транзит состоится, ну, по крайней мере, в тех масштабах, которые позволят говорить о нем как о серьезном тренде, то заинтересованы будут, безусловно, все, потому что без общей заинтересованности он просто не будет реализован. А в конкретных экономических измерениях, понятно, что для России, да и для, собственно говоря, той же Турции, это не доминирующий вектор, не доминирующее направление, и не какой-то очень важный, значимый источник, так сказать, либо экономических достижений, либо финансовых там каких-то преференций. А вот для Абхазии, да, то есть там, где мы используем, как бы, свое географическое положение не в рекреационных целях, а в целях, как бы, соответствующих базовым каким-то модулям современной экономики, ну, это, безусловно, будет прорыв. То есть здесь это действительно в тренде, и это может помочь, как бы, существенно расширить потенциал экономического развития Абхазии. Если вы говорите об Абхазии и России, то механизм этот существует, он определен и двухсторонним договором, и целым комплексом, там, подзаконных нормативных актов, не будем глубоко вдаваться в их содержание. То есть понятно, так сказать, какой формат этого транзита видится, то есть транзит, который позволяет минимизировать таможенные формальности при сохранении, пусть минимальной, но прибыли для Абхазии, которая, как бы, предоставляет свою транспортную инфраструктуру. То есть здесь, по большому счету, кроме технологических изменений, никаких других, собственно, и не нужно. Это рабочий процесс, который уже налажен и запущен. Другое дело, если мы выходим на то, что это окно, как бы, в большую мировую торговлю, то здесь, конечно, ключевым становится вопрос о том, какую роль играет Абхазия, в каком статусе она выступает. То есть она выступает в статусе де-факто региона, который признан Российской Федерацией, но не признан всеми остальными, но тогда это должно, как бы, если не регулироваться обязывающими соглашениями, то должен быть примерно такой режим, как существует, скажем, у Турецкой Республики Северного Кипра. Все знают, что Греция и Турция этот вопрос не разрешили, но, тем не менее, там и логистика налажена, и транспортные коридоры, и все страны ими пользуются, и совершенно необязательно для этого Северный Кипр признавать. И если брать Турцию как одного из контрагентов, то я думаю, что с ней эти вопросы решать возможно. Ну, это не просто. Ну, это не просто. Ну, это не просто.